Ну что, ребята, пройдем на седьмой этап второго сезона Формулы 1 на игре при Канаде. И, собственно, Канада, где у нас приезжают новые обновления в плане ДВС, то есть у нас чуть мощнее ДВС и меньше веса. Все значит, что мы будем, скорее всего, тут опять доминировать, потому что Канада это трасса, где очень важен ДВС хороший и неплохо прокаченная динамика, чтобы было меньше любого сопротивления. Ну и, собственно, квалификация первого сегмента прохожу без проблем, серотки наш на третье место уже вышел, мне это порадовало, потому что, окей, наконец-то серотки начинают занимать нормальные места. Второй сегмент, и тут случилось следующее. Начал я свой круг, вижу впереди меня и ботас, окей, думаю, надеюсь, что я его не догоню по итогу этого круга, потому что мне придется его где-то опережать, скорее всего. Ну и, в принципе, так и выходит, что я его не догоняю постепенно, но вот в конце второго сектора я начинаю конкретно так догонять и понимаю то, что к прямой я, скорее всего, уже буду прямо за ним ехать. Ну, окей, это хорошо для меня, потому что я получу слепстрим от него и значит то, что я еще лучше поставлю время круга. Но, не тут так просто и было. Собственно, еду за ботасом, включаю обгонный режим и пристраиваю за ним слепстрим, дараясь все, что можно, разгоняясь до 360 км в час и не вписываясь в шпильку, влетая в стенку чемпионов. У меня влетает ботас по итогу, я убиваю во втором сегменте, ботас тоже не ставит никакое время, потому что он ломается переднятие крыло и нужно какое-то время на его замену. Да, тут я ошибся, рано начал входить в поворот, из-за чего я поскочил на пореблики и по итогу уже при приземлении меня понесло в стенку. Как итог, 14 место без времени я, потому что и ботас 15, то есть нам придется с ним прорваться с почти конца пелотона. Также беру себе в соперника Льюиса Хэмитона, потому что это мой настоящий такой соперник в этом чемпионате. Ну и что ж, сама Канада. Конечно же, хорошо, что получилось, что я не прошел на первом месте в третьем сегменте, потому что тогда бы я не смог показать ничего от своего лица и показывать что-нибудь от чего-то лица, то есть какую-то борьбу со стороны. Потому что мне все-таки не пришлось прорваться, я просто бы ехал в гордом одиночестве всю гонку. Но, как итог, все-таки мне придется прорваться с 14-го места. Да, довольно-таки, конечно, это сложный будет прорыв, потому что все-таки будет немало медленных болидов, из-за чего я потеряю время, скорее всего. Ну, надеемся на лучшее. И прорваться будут все-таки не один, а с ботасами. Ну и стартовая решетка. Первый, Льюис Хэббертон, второй, Киммер Райкен, третий, Севастян, Феттель, четвертый, Данин Элькер, пятый, Макс Ферстаппин, шестой, Ника Хиллбрек, седьмой, Чека Перес, восьмой, Стабан Гон, девятый, Фернадо Лоунс и десятый, Сироткин. К сожалению, из-за того, что я не был в третьем сегменте, игра сделала симуляцию квалификации якобы, и Сиротка определили на десятое место. Хотя, если бы я прошел в третий сегмент, скорее всего, Сиротка где-то был ближе к топ-четверке, где-то в топ-тройке. Скорее всего, где-то там он был. Но, к сожалению, симуляция в этой игре оставляет желать лучшего. Когда у вас топовый болид, который считался в начале игры как бы самым худшим, то, сори, вы будете все равно где-то в конце по симуляции. Ну и переходим к старту. Ну, собственно, старт я неплохо сорваюсь с места, Магнус проваливает старт передо мной, я сразу же смещаюсь левее, чтобы во первый поворот войти по внутренней траектории. Тут мы бок о бок начинаем почти втроем ехать, я, Сайенс и Грожан. Но, по итогу, Сайенс и Грожан отъезжают от меня, и мы едем вместе с Магнусом. Старство камеры, собственно, все более-менее так входили ровно бок о бок в первый поворот. Кроме там пары рулов, ну и мы даже так вот втроем, я пришел даже много средств, чтобы влезть просто банально в поворот. Да, немного предпустил потом Сайенс и Грожана, но все же я их догоню спокойно. В шпильке я, в войске я обхожу Магнуса, на который тоже еще и замедляется, и по итогу замедляет также позади Ботаса. И Грожана я обхожу в второй связке поворотов уже. Также он плохо проходит поворот, очень по внешней начал проходить, потом затормозил и решил почему-то левее немного сместиться. По итогу затормозил Магнуса. В шпильке я просто влетаю в Сайенс, прохожу его, повелось то, что без аварии получилось, и напрямую также прохожу спокойно Алонсу, без каких-либо проблем. Но еще были бы у меня проблемы пройти какой-то Макларон, который идет третий из конца по характеристикам сейчас. Также Алонсу ошибается позади, из-за чего замедляет всю группу. Потом я догоняюсь Сироскина в начале второго сегмента, прохожу его в связке поворотов, потому что мне надо быстрее прорваться, пока не отъехали лидеры слишком далеко от меня. Потому что Льюис начинал уже потихоньку отрываться даже. По итогу Аконы, а то так же в шпильке, просто влетаю в него, и повезло опять, что он отрулил. Да и в принципе боты отруливали здесь по большей части, когда видели, что я просто в них влетаю. Опять же, та же самая ситуация с Пересом была, но еще с несколькими гонщиками так получится. Впреди меня боролись Ферстаппин и Хюлкенберг, точнее Ферстаппин защищал свою позицию. По итогу он затормодился сильно Хюлкенберга, из-за чего мне пришлось просто срезать шпильку, потому что иначе я просто въехал бы в Хюлкенберга и сломался перед ней крыло. Что делать мне не хотелось бы, по итогу и получился небольшой штраф в том, что нелегальный обгон, из-за того, что я срезов обогнал. И по итогу пришлось попросить Хюлкенберга обратно, из-за чего Перес, в свою очередь, смог пойти Хюлкенберга, из-за того, что просто мы его зажали с Халком в коробочку такую небольшую. Но на обратном прямом следующем кругу я уже спокойно за счет Слипстрима, ДРС, начинаю догонять Хюлкенберга и тут же его обхожу. Также опять влетаю плохо в шпильку, тюкнул немного Ферстаппина, но окей, обошлось без каких-либо повреждений. И на старт-финишной прямой уже обхожу и заодно Ферстаппина. Поза меня тем самым уже, сейчас борьба уже между Хюлкенбергом и Ферстаппином, также фросы поравнялись, и также еще позади был Сироткин, который за этим всем наблюдал действия. Я начинал оторваться потихоньку, потому что между собой начинали там борьбу Хюлкенберга и Ферстаппин, но они быстро ее и закончили. А Ферстаппин боролись до конца почти круга, также плохо входит в шпильку, из-за чего оттормаживает позади группу уйдущую, точнее их даже догоняет позади уйдущая группа. И Сироткин начинают, кстати, пользоваться, начинают уходить первую Ферстаппин в первом повороте. Он заходит по внешней, но во втором уже преимущество за ним, потому что он идет по внутренней. По итогу проходит первый Ферстаппин и начинают уже ехать за второй. Собственно, за счет того, что Хюлкенберг и Ферстаппин поджали бороться между собой на обратной прямой, опять ходят медленно в шпильку и за счет этого их догоняет группа позади идущих болидов, в которой был все-таки Сироткин. На стартовой прямой Ферстаппин принимает атаку на Хюлкенберг, они поравнялись за счет того, что у Ферстаппина был ДРС все-таки, и во втором повороте уже Ферстаппин выходит вперед. Тем временем Сироткин также поравнялся с Форсиндией, на выходе с второго поворота они были бок о бок, но в шпильке уже Сироткин смог все-таки опередить Форсиндию, за счет того, что было уже преимущество у него в левом повороте. Через несколько кругов начались пидстопы, по итогу Льюис там заехал одним из первых напиток и догнал уже в том времени даже Сироткина. Также у нас уходит по ходу гонки в Андорн по проблеме с ДВС, из-за чего у нас выехало в виртуальной машинной безопасности. Также потом продолжалась борьба между Форсиндией и Рэдбулом, также были желтые флаги там из-за небольших контактов. И собственно так вот вся борьба и шла где-то в середине пилотона, в основном воевали вот Форсиндия там с кем-то, особенно после пидстопов. Также по поводу пидстопов, у Мерседеса была в этом гонке какая-то наркоманская стратегия, а именно у Льюиса Хэмилтона была стратегия в три пидстопа. То есть я не шучу, он три раза проехал половину, ну то есть половину гонки проехал просто на гиперсофте. Оставшую половину он проехал на ультрасофте, что меня позабавило, потому что откуда у него столько гиперсофтов даже взялось просто банально. И зачем было вообще ехать на тактику в три пидстопа. Конечно, логика в основном в том, что крайне быстро ехать, но блин, время теряется все-таки на пидстопе и довольно неплохо так теряется. Ладно, возвращаемся к борьбу, у нас Сироткин воевает с Форсиндией, к сожалению проигрывает позицию, да и вообще Сироткин начал уже к середине гонки как-то проигрывать в темпе всем, что ли, не знаю вот с чем это связано. Возвращаясь к Ботасу, который в конце пилота он так и полетется, никак не может обойти Грашану вроде бы, вот никак у него не получится пройти просто дальше. Что бы он ни делал, по итогу он едет в конце, хотя я думал, что он как-то прорвется там куда-то и может быть даже финиширует на хороших позициях. Все-таки, как бы, у него будет один пидстоп всего лишь по отношению к лидерам. На обратной прямой также у нас в Форсинди проходят сразу два болида Хаса и Рэдбула, по итогу вырывается он в такую там позицию и также позади этого всего он наблюдал, как обычно, Сироткин, который тут же начинает атаковать уже Хаса и по итогу обходит его на саршфишной прямой и тут же возвращается на гоночную траекторию. На обратной прямой также он сцепился с Максом Ферстапиным, с которым он начинает плохо проходить, опять же, ту же самую шикану, но проходит его, но по итогу он отпускает впереди идущую Форсинди. Также через какое-то время они догоняют впереди идущую Торороса и самое интересное, Торороса едет без ДРС на этой прямой и это сам худший болезнь сейчас не считает у нас в Платоне. Но по итогу за счет слепстрима одного Торороса разгоняется быстрее, чем Сироткин и по итогу они входят бок о бок в С-ку. Ну, собственно, Торороса это такой болезнь странный, вроде бы по характеристикам говно, а по итогу нифига. Также я под конец гонки догнал круговых, получил штраф за то, что насрезал много, в принципе, да, я там немало так срезал обычно, пора разбывала. Ну и под конец гонки еще случилось то, что Сайенс впереди меня оттормозил сильно Магнусона, я не смогу оттормозиться, из-за чего я приехал в Магнусона и сломался впереди антикрыло. Ну окей, это последний круг и в принципе это никак не помешает тому, что я просто спокойно выигрываю. Конечно, да, это помешало тому, что я пройду быстрый круг, потому что я не могу ехать хорошо в некоторых поворотах, ибо у меня была сломая правая часть крыла, из-за этого в левых поворотах я очень много терял, да и в правых тоже немало. По итогу игрок возвращает позицию, то есть он начинает ехать круги со мной, но для чего это было, не знаю, потому что по итогу я получаю дресс от него и все равно синие флаги перед ним, так что он меня по-любому должен был пропустить. Ну и на обратной прямой, собственно, за счет дресс того же и прохожу его, потому что Рено нам нынче не соперник, уже давно. И, собственно, последний поворот, точнее эско последний и финиш, все. Первая позиция, в принципе, неплохой такой прорыв был, но опять же у меня была стратегия выйдет в пидстоп, то что дало мне преимущество все-таки большое, потому что я дольше находился на трассе и меньше терял времени на пидстопе. Конечно, на пидстопе у меня был очень плохой уже темп, меня потихоньку Льюис догонял со своими тремя пидстопами, но по итогу, слава богу, не догнал, был аж в 13 секундах от меня, по итогу со штрафом в 13, потому что 3 секунды мне это добавили к времени. Также у нас приехал еще на подиум Дарья Риккярда, что очень неплохо так, то что давно не видно было, как-то Red Bull на подиумах у нас. Ну и также постихоньку там кто-то, Маркус Эриксон, тот же на седьмой позиции аж финишировал, хотя он стартовал позади Боттеса, если я правильно помню. Тот же Боттес приехал где-то в конце первой десятки почти, что довольно так интересно, как перемешалась по итогу стартовой решетка. Хотя почему-то не заметил каких-либо там столкновений и тому подобное. Ну ладно, итак, первое место за мной, второе за Льюисом Хэмптоном и третье за Даниэль Риккярдом. По итогу я продолжаю оторваться в личном зачете от Льюиса, уже нехило так оторвался, потому что из-за 7 гонок, что у нас было, я приехал в 6 на первом месте, только по хрене был на 6 месте по итогу. Эриксон у нас прорвался только на одну позицию вверх, то есть только на 9 вышел, ну а Боттес у нас даже не попал в очковую зону, что довольно интересно. По итогу в Купке Конструкторов я продолжаю приносить там большие очки, мы уже потихоньку отрываемся от Мерседеса, потому что у них все время кто-то плохо финиширует, они оба плохо финишируют и тому подобное. Небольшое количество контактов был, также Граждан получил стоп-н-го за неподчинение синему флагу, что довольно интересно, хотя на 28 округе я его даже, на 28 округе я начал обходить, но не знаю почему им дали именно этот штраф. По итогу набираем очки в соперничестве, интересно почему Льюис и Сирот не получили плюсом к очку за без штрафа в конкур, хотя штраф был у меня только, у них их не было. Тут я тоже посидел так, подумал, что за бред, почему так, а не так. Ну, конечно, да, мне это на руку, потому что у меня больше шансов выиграть, но все же, как-то странно, вроде бы у них нет штрафов, а по итогу как бы система считает, что есть. Прокачиваем мы дальше шасси наше, думал, улучшить уже 1100 ресурсов, понимая то, что на большие обновления как-то не хочется сейчас заказывать, проще взять два мелких, потому что надо сейчас скачать ДВС, заодно начинать, потому что у нас все-таки приехало обновление. Мы уже в ДВС неплохо так прокачались, то есть уже наравне с Рено идем, и по мощности сейчас, к сожалению, нет никаких модификаций, потому что они идут после уже глобальных модификаций, либо связанных с снижением расхода топлива, либо с ЕРС. Поэтому беру два мелких обновления, одно с ДВС, другое с шасси. И, ребята, на этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, ребят, пока-пока.